Девушки отдыхают Название даже деревень, вот в Салаватском районе у нас есть деревня Калмаклар, то есть Калмыкия. Я сам из Виллаирского района родом. В нашем районе есть поле Калмыкия. Здесь были Калмыкии, можно как бы переводить на русский язык. И хочется сказать, что о Калмыках и в наших фондах, в архивах можно найти, вот, очень интересное выступление было Владимира Леонидовича. У нас тоже можно найти материалы по Калмыкам. Вот, например, в 1897 году известный башкирский просветитель Бухамед Салим Мумыдбаев издал книгу «Яткар» памяти в Казани. И там есть статья, которая называется «О башкирах и торговодских Калмыках» в переводе на русский язык, конечно. Вот, тоже интересные такие материалы есть у нас. Относительно своего доклада, хочу сказать, что у нас хранится богатейший личный фонд в научном архиве Уфинского федерального институтовского центра. Это личный фонд известного башкирского просветителя, ученого, поэта, общественного деятеля Мухамед Салима Мумыдбаева. Этот фонд очень богатый, в шести томах составляет более, в этом фонде хранится более 530 архивных документов. Даже есть документы 17 века, несколько документов, 18 века, но в основном документы 19 века. И сейчас где-то около 20 документов с начала 20 века. Очень богатый фонд. Документы написаны на 11 языках, на разных графиках. Очень большую часть составляет арабографичные документы. Мухамед Салим Мумыдбаев, он окончил в Оренбурге Нюклеевский кадетский корпус, учился там. И поэтому прекрасно владел разными восточными языками, арабским, персидским, саратюрским. Хорошо знал турецкий язык, крымско-татарский и другие языки. Конечно же, будучи учеником этого Нюклеевского кадетского корпуса, он прекрасно владел и русским языком. Поэтому Министерство внутренних дел России в 1887 году его пригласил как переводчика на работу в Крым в составе комиссии. И около более полтора года он проработал там, поскольку прекрасно владел и языком крымских татар. В этом фонде хранятся различные материалы, касающиеся не только башкир, но и многих других народов. И, что интересно, сохранилось более 120 писем различных эпистолярных памятников, писем, прошений, уведомлений. И среди этих писем обнаруживаются 39 писем самого Умуддаева, его прошения, и 83 письма других людей. Его родных, друзей, знакомых, официальных лист. Письма написаны из разных регионов. Из Крыма, естественно, из Петербурга, Москвы, Казани, Троицка и многих других городов. Эти письма нам дают очень много сведений, как по биографии деятельности самого Умуддаева, так и многим сторонам жизни башкирского края во второй половине 19 века, в начале 20 века. В этих письмах обнаруживается довольно много нигде не опубликованных стихотворений самого поэта. Очень интересно. И в письмах, написанных ему, тоже мы обнаруживаем наших неизвестных поэтов, которые жили в его время. О которых у нас ни в книгах, нигде, сведений нет. Конечно же, очень интересные письма забытые нами русского поэта Александра Пустовалова. Его стихотворения, посвященные Умудбаеву, сохранились. Видимо, они очень тесно дружили. Пустовалов, он работал в Оренбурге. Возможно, во время учебы они ознакомились. Я точно, конечно, определить невозможно. В этих письмах очень интересные сведения мы можем найти о таких известных деятелях, как Зайнула Арасулеф. Известный башкирский религиозный деятель был. Ишан Абдул-Малик, Гатаулла Абдул-Маликов. Умудбаев был хорошо знаком и тесно общался с известным крымско-татарским просветителем Исмаилом Гаспринским. В своих письмах он сообщает, что проездом остановился у Гаспринского и имел с ним очень долгую беседу. Имеются интересные сведения о таких малоизвестных башкирских поэтах, как Шаги Мурат Кулушхи, Габдель Кабер Габдуль Муниров. И многие письма, написанные из города Симферополя в крымский период своей жизни, он очень много писем писал как родным, так и своим многим знакомым, друзьям. В числе этих эпистолярных источников можно назвать прошения Умудбаева, написанные властям, как российским, так и уфимским. Вот, например, он даже написал прошения на имя царя. 24 апреля 1889 года относительно закона раздела башкирских земель и просил царя отменить этот указ. Но, к сожалению, это его обращение осталось без внимания. Такие, конечно, в одном выступлении обо всем этом рассказать невозможно. Я статью отправил. Дай бог, чтобы сборник выйдет. Будем ждать. Большое спасибо. Очень интересная у нас работа идет. Спасибо. Спасибо.